Следующие наши докладчики будут Илья Коклин и Максим Котов. Скажите, пожалуйста, кто работает в услугах? То есть у вас основная ценность – это время и мозги ваших сотрудников. В каких бизнесах? Раз, два, три, четыре, пять. Мы сейчас расскажем про кейс, который… Я не уверен, что он напрямую подойдет к владельцам заводов или каких-то производств, хотя это там тоже можно. В первую очередь наш рассказ сегодня ориентирован на тех людей, где самые важные – это люди, на те бизнесы, где самые важные – это люди. Я буду рассказывать о том, как… Мы назвали это, как выстроить бизнес-процессы и сделать Макдональдс из глобальной финансовой корпорации. Сразу скажу, мы не имеем права называть названия компании, но их в мире немного, можно посчитать на пальцах одной руки. И кто сталкивается с миром финансов, все про них прекрасно знают. Так, все окей? Мы начинаем. Итак, меня зовут Максим Колпаков, это мой партнер Илья Куклин. И кто мы такие, чтобы рассказывать вообще вам об автоматизации? Мы пришли в автоматизацию два года назад. Это было наше, не то, что мы там очень хотели. Мы просто без этого поняли, что мы не можем жить. Мы с Ильей вместе делали проект по строительной компании, которая строит загородные дома. И чтобы мы понимали, строительство дома – это 1800 задач для команды примерно 10 человек. То есть вот это все должно происходить, как монолитная река течь. Да, и мы понимали, что в обычных форматах, в мессенджерах, в телефонах, в записках, в почте это не происходило. И поэтому я позвал вместе Илью и говорю, Илья, давай сделаем автоматизацию для строительной компании. Мы это сделали. Нас опубликовали даже на VC. Неожиданно обнаружили, что это актуально для людей. И после этого мы стали делать другие проекты. Сейчас у нас в активе два проекта. Это автоматизация ритейла. То есть есть реальный кейс, где можно увеличить прибыль компании в 2,5 раза, сеть магазинов. И второй кейс, о котором мы расскажем, это автоматизация финансовой корпорации. Итак, что мы делаем? На самом деле автоматизация – это инструмент. Мы изначально повышаем эффективность бизнесов. И каким способом мы это делаем? Это уже второй вопрос. Сегодня мы говорим про Bitrix24 и автоматизацию. Bitrix24 по нашему опыту 100% применим в маркетинге, в продажах и в бизнес-процессах, когда вы оказываете услуги, где у вас основной актив – это люди. И как мы меряем эффективность? То есть мы меряем, обычно берем какой-то KPI, в стройке это была рентабельность по проекту. Иногда это может быть чистая прибыль, либо выручка на сотрудника, зависит от бизнеса. Итак, как мы работаем? Сейчас я скажу такую капитанскую фразу, но мы считаем, что самые мощные точки роста – это самые очевидные. Если привести пример с обычным человеком, то условно, чтобы иметь крутое здоровье, нужно не пить, не курить, есть здоровую еду и заниматься спортом. Это очевидные вещи, но вопрос, кто из всех людей в зале здесь это делает? Ответ понятен. И чтобы сделать здоровый бизнес, прибыльный, нужно делать то же самое. Нужно все вводить в цифру, нужно убирать узкие места, шаблонизировать и автоматизировать. Вроде все просто. Итак, мы считаем и мы заявляем, что любой, даже самый сложный бизнес может быть автоматизирован и шаблонизирован, и рост эффективности меньше, чем в два раза нам просто неинтересен, потому что есть бизнесы, где это можно сделать в три, в пять раз. Итак, кейс глобальной финансовой корпорации. Основные продукты там – это аудит, это консалтинг, это юридическое сопровождение сделок. Итак, когда мы туда пришли, мы услышали первую фразу, что нет бизнеса, нет сотрудников, нет бизнеса. Особенностью этой компании было то, что предыдущий департамент, который был, когда оттуда уходили ключевые люди, то весь бизнес просто рушился, сроки срывались, сделки затягивались и прибыли не было. И второе, что мы услышали, что когда люди уходят, с ними уходит экспертиза. Но вместе с этим найти новых людей и ввести их в курс дела – это тоже очень дорого. И третья проблема. Когда люди работают, совершенно непонятно, кто из них работает максимально эффективно. Да, кто-то сидит до 6 тысяч часов на работе, а кто-то до 9, а кто-то вообще ночует. Но кто из них по факту максимально эффективен – это было непонятно. Соответственно, непонятно, кому сколько платить. Параллельно еще есть другие боли, то, что опыт одних сотрудников не используется другими, что некоторые сотрудники работают очень хорошо, а вторые, дай бог, чтобы на 50% работали. Это любой стандартный бизнес, который построен на людях, испытывает все эти боли. И, соответственно, страдают клиенты. То есть компания оказывает услуги плохо, сама работает себе в минус, того не зная. То есть нет сквозной аналитики, которая в моменте, на сегодня, на половину первого, показывает, сколько денег бизнесу принес каждый проект. Соответственно, руководство погружено все в жуткую операционку. То есть у них нет силы, чтобы новые продукты создавать, новые рынки. Чаще всего не про это. И если ты один продукт не можешь круто оказать услугу, то вряд ли ты продашь потом другие услуги. А там компания многопрофильная, корпорация многопрофильная. Один отдел, если зашел в клиента, то другим тоже там можно где поработать. Но чаще всего это не происходит, если услуги оказываются плохо. Итак, самая главная боль связана с продуктом. То, что каждый продукт уникален. Соответственно, когда бутылки воды стоят, можно найти аналогичные. Там нет. Даже в одной сфере, то есть, допустим, металлургический комбинат, два металлургических комбината взять, они не будут одинаковыми. Проекты не будут одинаковыми. Соответственно, задачи на каждом проекте это сотни. То есть 100 задач, 200, легко. Вот я говорил про строительство дома, 1800. Ну, здесь немножко поменьше, но более сложные задачи. И самое главное, что когда в потоке большое количество проектов, сейчас в потоке 48 проектов, и по каждому из них там самый минимум, самый-самый минимум, это 14 задач, то это очень на каждого сотрудника по 57 задач у него должно быть в горизонте двух месяцев. И сотрудник должен выбрать, что же ему делать. Это та фраза, с которой мы каждый раз сталкиваемся, и каждый раз мы доказываем себе и другим, что все возможно. Мы услышали фразу, что даже в два раза вы не повысите. Мы сказали, окей. Пример из Алисы в стране еще делал, что на самом деле возможно все, нужно просто стараться, и чем больше будете стараться, тем больше будет получаться. Когда мы начали проект, мы стали искать аналоги, в каких еще бизнесах уже решена подобная проблема, зависимость от людей, нестабильное качество и так далее. Здесь вспоминается история про чемодан на колесах, что изначально, вот мы сегодня, кстати, заходили, как раз девушка перед нами в здании заходила, у нее тоже был чемодан на колесах. Чемодан на колесах не был изобретен для пассажиров авиарейсов. Изначально чемодан на колесах был изобретен для экипажей самолетов, которым было неудобно таскать большие сумки в проходах между сиденьями, и второе, им нужна была ручка, чтобы тянуть, и нужны были колесики. И командиры рейсов придумали эти чемоданы для себя. И только потом другие пассажиры сказали, о, мы тоже так хотим. Мы стали искать аналогии, и мы поняли, что в финансовом сегменте мы так быстро не найдем аналогии. Но мы посмотрели на похожие сферы и поняли, что в IT-бизнесе проблема уже давно решена. Там есть масса инструментов, которые отлично их решают. Собственно, BITX24 один из них. И сейчас Илья расскажет детальнее про цифровую конвейер. Да, теперь слово возьму я. Все знают, что такое конвейер. Первым конвейер применил Генри Форд более 100 лет назад в автомобилестроении. Это произвело революцию. Сначала в автомобилестроении, затем в промышленности в целом. И спустя 100 лет мы применяем конвейер для решения интеллектуальных, творческих задач. Фактически мы создаем Яндекс.Навигатор для решения этих задач. Что такое Яндекс.Навигатор? Он помогает водителю определить, как лучше проехать из точки А в точку Б. Что такое BITX24 для сотрудников? Это инструмент, который помогает понять, какую задачу, как лучше ее сделать в текущий момент. И получить гарантированные качества и уложиться в сроки. Любая работа, она состоит из двух частей. Это видимая часть и невидимая часть. Видимая часть, мы помогли сотрудникам описать их алгоритм работы, что им нужно сделать. Невидимая часть работы, мы помогли им понять и осознать, что их работа, ее возможно автоматизировать. Потому что это был огромный камень преткновения. Именно поэтому сейчас, наверное, мало кто это делает. Потому что люди просто не верят в то, что это возможно. И после публикации нашего первого кейса по стройке было очень много обратной связи. Писали собственники, писали руководители строительных фирм. И говорили, что вот пример, а вот то, что вы сделали, вы молодцы. Мы не верили, что это вообще в принципе возможно. Вторая часть – это детализировать процессы до задач. Найти примеры и шаблоны. И сделать это все, совместить это все. Чтобы у каждой задачи у нее был шаблон, у нее был пример выполнения. Как сделать свою работу круто и в срок. Это пример коммерческого предложения. Что мы сделали? Мы взяли лучшие коммерческие предложения, собрали их и выделили, что должно быть в идеальном коммерческом предложении. И сделали из этого этот чек-лист, эту анкету. Что сейчас происходит? Когда сотруднику необходимо создать коммерческое предложение, он просто заполняет этот чек-лист и на выходе получает идеальное коммерческое предложение. Третий шаг. Мы сделали дашборды, чтобы руководитель всегда мог держать руку на пульсе. Чтобы он всегда знал, что должно быть сделано. И что делает каждый сотрудник в каждый момент времени. Это как раз пример дашборда, в котором руководитель видит, на каких этапах какие проекты находятся и какие задачи сейчас решаются их сотрудники. Сейчас я расскажу о результатах. Тут был вопрос, сколько у нас уже чек-листов. Много, там дальше у нас будут цифры, но если коротко, то их сейчас уже десятки, дальше будут сотни. Потому что есть типы задач, но больше 100 задач будет в дальнейшем. Итак, о результатах. Я больше всего люблю этот момент. Даже промежуточные результаты показывают, кто прав. Потому что можно много рассказывать, собственно говоря, на пресейле, обещать клиенту золотые горы. А когда через несколько месяцев ты делаешь первый срез, то все понятно, кто был прав, а кто нет. Итак, что у нас есть сейчас? За первые 4 месяца удалось запустить оцифровку и автоматизацию бизнеса. Для нас это самое важное. Есть 4 продукта в департаменте. Мы изучили 2 из них и описали алгоритмы по этой работе. Но самое сложное в нашей работе — это не понять, как люди работают, а добиться консенсуса. Потому что в департаменте 10 человек, и каждый считает, что он работает вот так. И эти представления не совпадают. Нам удалось сделать так, что все 10 человек сказали, да, мы согласны, мы работаем именно так. То есть это в будущем снимает проблему, что человек говорит, я не буду работать в Битриксе, он неправильный. Итак, про алгоритмы. Алгоритмы работы. Мы взяли первые самые простые продукты, дальше будет рекомендация, я начинаю всегда с простого. Мы взяли самую простую задачу, самый простой алгоритм, и обнаружили, что в этом алгоритме 14 задач, вроде бы немного. Но потом мы обнаружили, что это не линейно, когда вы готовите, например, не важно, торт выпекаете, у вас есть четкая последовательность. А тут оказалось нет. Тут оказалось, что любая из 14 задач может быть запущена в любой момент любым сотрудником в проекте. То есть мы, когда пытались составить алгоритм, мы поняли, что это невозможно. Получается такое, как круг. И, соответственно, каждой задачей есть что? Самое главное, об этом Илья говорил. Есть шаблон исполнения. То есть мы берем лучшего сотрудника, который делает, например, лучше всех финансовые модели и анализ конкурентов, берем его лучшие работы, прикладываем их к задаче. Это зашито в тех задач. Дальше мы делаем чек-листы, как готовить, как подготовить именно такого уровня документ. И прикладываем шаблоны. То есть это напоминает, ну, что-то вроде кроссворда, когда сотрудник нажимает в задачу ссылку, у него открывается Google Docs корпоративный, и он там просто заполняет информацию, отвечая на вопросы. Это радикально снижает трение перед тем, как выступать к задаче. Еще раз. Вот так. Да, вот пример. Это один из алгоритмов. То есть вот то, что здесь написано. Мультипликаторы торгуемых компаний в секторе. Подготовить финальную презентацию. Пока тут везде стоит не нужно, потому что мы это просто скопировали вчера. Но любой сотрудник может зайти сюда, на сайте отредактировать и выбрать, что, например, нужна презентация или нужны мультипликаторы по сопоставимым сделкам. И ответственному сотруднику тут же появятся задачи со всеми шаблонами, чек-листами, примерами и со сроками. То есть это все отобразится сразу в общем графике в диаграмме ГАНТ. Итак, на данный момент в департаменте ведутся работы по 48 проектам. Когда мы зашли на входе, мы спросили, ребят, а сколько у вас сейчас вообще клиентов в потоке? Цифры разнились. То есть не было четко вот это, что происходит. За последние 30 дней 66 задач сделали 9 сотрудников. То есть раньше контроль осуществлялся на уровне звонка по телефону, либо e-mail, каждый день люди отправили сотни e-mail друг к другу. Это напоминало просто какую-то машину по перемалыванию информации, но продуктивность была не очень, скажем так. И это 66 задач, это не простые задачи, это анализ конкурентов, это большая задача, от которой нужно сесть и подумать. То есть это не просто там галочку в битриксе поставить. Дальше. Работа сотрудников стала прозрачной. Это мечта любого руководителя, кто работает на большей радостью, особенно сидит отдел, и непонятно, кто что делает. Сейчас видно все. Сколько задач выполнено, сколько из них в срок, сколько из них принято с первого раза, на чьей стороне сейчас следующий шаг. То есть все понятно, и можно управлять компанией, например, управлять отделом из дома. Находясь в отпуске, не нужно постоянно звонить и спрашивать, ну что у вас там, все нормально. И самое главное, еще один момент. Так как процесс очень длинный, дальше мы будем говорить про ошибки, то в случае ошибки, вот происходит какой-то факап, тут же поднимается вся история по данному клиенту, по данной задаче. И понятно, где произошел обрыв. Это не только и не столько для того, чтобы кого-то наказать. Мы все люди, мы все ошибаемся. А чтобы понять, как сделать так, чтобы в следующий раз эта ошибка не произошла. И вот то, о чем мы сейчас говорим, с чего началась автоматизация. В этих компаниях там самый высший уровень управления – это партнеры. И партнер отвечает за свой департамент. Соответственно, если какой-то простой аналитик ошибся в расчетах, то страдает через все головы, страдает наш партнер. И в прошлом году был прецедент, когда партнер потерял годовой бонус. Это миллионы рублей. Просто потому, что аналитик неправильно что-то посчитал. И это было, собственно, тем толчком, после которого мы получили возможность делать этот проект. И понятно, что ввели чек-листы и шаблоны, также добавили перекрестную проверку ключевых цифр. То есть несколько человек, они должны в битриксе поставить кнопку «Да, мы согласны». Мы с этими цифрами подписываемся, и тогда эти цифры уходят к клиенту. Дальше. Планирование нагрузок по каждому сотруднику. Бизнес очень сложный. Люди там работают 6 дней в неделю по 12 часов и выгорают обычно за пару лет. Да, они становятся профессионалами, но выгорают. И поэтому понимание, кто сколько должен работать – это ключевой способ не допустить выгорания сотрудника. И сам сотрудник видит, сколько ему делать на этой неделе, в этом месяце. И его руководитель видит, так, ага, что-то там, у него большая перегрузка. Например, когда мы знаем, что у сотрудника должен родиться ребенок. То есть очевидно, что он будет думать не только про работу, даже если он очень ответственный. Поэтому, видя загрузку, руководитель может снять с него часть задач и таким образом снизить нагрузку на человека. Все информационные потоки отлажены. Это мечта руководителя отдела безопасности, потому что документы практически все конфиденциальные. Есть корпоративный Google Doc, туда сливается все. И получается 48 проектов, по каждому примерно 50 документов. То есть 2500 документов в моменте летают туда-сюда между сотрудниками, причем перекрестно. И сейчас это все в Google Doc. И самое крутое решение, оно было очень очевидным, но оно просто перевернуло сознание. Мы в задачу зашиваем ссылку на все папки с данными шаблонами. То есть чтобы приступить к выполнению задачи, сотрудник не должен ничего искать. Он просто нажимает ссылку и попадает в нужную папку. А представьте, 2500 документов, все эти рыцы и искать нужный документ. Тоже радикально сокращает затраты по времени. Понятно, что актуальные версии. Понятно, что все в одном месте, информация не вытекает, намного легче стало. И последнее, сниженная зависимость от сотрудников. То есть сотрудника гораздо легче уволить, гораздо проще его нанимать, увольнять или отправлять в отпуск на больничный. У нас есть идея, что по сути введение нового сотрудника, это такой своеобразный квест. Мы планируем написать чат-бота, который будет новому сотруднику выдавать задачи. И как только сотрудник создал первую задачу, ему вторую, третью, четвертую. Потому что по большому счету все это уже описано, все эти документы есть. И сейчас Илья расскажет о том, что мы планируем сделать в сентябрю, когда у нас заканчивается годовой контракт. Да, наша ключевая цель – это цифровать бизнес на 100%. Чтобы все задачи, чтобы все сотрудники, чтобы все проекты, чтобы это все было в битриксе. Дальше. Рост выручки от клиентов. Значит, что нужно сделать, чтобы клиент оставался с нами навсегда? Нужно выполнять свою работу вовремя и качественно. Рост рентабельности по проектам. Для того, чтобы каждый проект был рентабельным, нам нужно видеть рентабельность онлайн. Для этого нам нужно видеть все узкие места. Нам нужно видеть, что происходит с проектом, на какой он стадии и насколько он выгоден нам финансово в каждом моменте. Повышение эффективности и лояльности сотрудников. Наша задача – сделать, привязать бонусную часть зарплаты сотрудников к их KPI и отслеживать это все через битрикс. Для того, чтобы сотрудники сами формировали базу знаний, они должны быть замотивированы. Привязав их бонусную часть, я отслеживаю ее через битрикс, это будет мотивировать сотрудников самим создавать базу знаний и ее актуализировать. Сейчас передаю это слово Максу. Да, и говоря о сверхзадаче, как в любом спектакле, наша ключевая задача на самом деле была не автоматизировать бизнес как таковой. Самое интересное, что битрикс был в компании куплен, куплен за год до этого, там согласование длилось целый год, кто-то сделал у нас большую работу, но он почему-то не работал. Наша ключевая сверхзадача – показать, что системы автоматизации могут работать в любой сфере бизнеса, которая связана с людьми, в любых проектах. И то, что нет ничего невозможного. И как только мы это сделаем, то наша задача выполнена. Дальше уже пойдут другие люди, гораздо их будет больше, которым будет намного проще. И здесь есть пример. Мы с Ильей увлекаемся бегом, как раз побежим в горный марафон в этом году, один из самых сложных в мире, в Швейцарии. И есть история на эту тему. До 1954 года врачи во всем мире официально считали, что человек не может бегать милю 1,6 километра быстрее, чем за 4 минуты. Ни один профессиональный спортсмен не мог побить этот рекорд, потому что в его голове стояла планка. Это невозможно. Нашелся простой человек, который пробежал, Роджер Баннистер, он пробежал милю, не будучи абсолютно спортсменом, он просто тренировался несколько лет. И он пробежал за 3,59. Сам. И он никогда не получил ни копейки. И вслед за этим человеком в тот же год больше 20 человек побили его рекорд. Просто потому, что у них в голове снялась планка. Это невозможно. Мы планируем сделать то же самое. И последние рекомендации. Опять же они очевидны, но если кто-то занимается внедрением или планирует внедрять, все 4 рекомендации важны. Первое. Руководитель должен ставить задачи своим сотрудникам в битриксе. Если руководителя в битриксе нет, это не работает. Второе. Должна быть инициативная группа, которая будет вам помогать и агитировать среди других сотрудников внедрять битрикс. Третье. Внедрение нужно ввести поэтапно, выкатывая обновления аккуратно, постепенно. И четвертое. Те сотрудники, которые работают в битриксе, инициативная группа, должны быть дополнительно замотивированы. В нашем случае сотрудники, которые работают в битриксе, они понимают, что их работа видна лучше всего, и они первый кандидат на повышение, потому что они все замотивированы. Если чего-то из этого нет, скорее всего вас ждет провал. Наши контакты здесь, добавляйте друзья на Facebook, можем поговорить про автоматизацию, про ритейл, про строительство, про финансовые компании.